Привет, мои дорогие! Как всегда, от Татьяны, 47 лет. День рождения для тех, кто интересуется, что почему же у меня завалили комментариями. Когда же у меня у тебя уже будет 48? Ведь следующий год уже начался. И эти комментарии продолжаются 2 октября. 2 октября мне будет 48. Не торопите моё время. Итак, сегодня у нас с вами важнейшая тема. Меня тоже еще в один момент завалили вопросом, что же такое техника ПИР. Потому что сейчас идет распродажа шикарного курса. Вернее, не то, чтобы распродажа, а суперпредложения. У нас есть курс «Постизометрическая релаксация для мышц лица» или «Тотальный фейс-контроль». Он стоит 1990. Сейчас он распродается за 500 рублей. Акция будет, по-моему, до 18 числа. И, конечно же, всем интересно, какое крутое предложение. И что же это за техника ПИР. И, опять же, я вам говорю, да, воспользуйтесь этим предложением. 500 рублей вместо 1990 за такой шикарный курс. Это просто подарок. Очередной подарок к старому Новому году у нас получается. Итак, давайте мы сегодня с вами сделаем упражнение из техники ПИР на мышцы депрессора. Один из самых популярных вопросов. Мышцы депрессора у нас находятся здесь. Они очень-очень сильные. Они тянут уголки губ вниз. И в течение жизни уголки губ у многих даже при разговоре начинают идти вниз. И почему не двигаются щечки, да? Они мышцы, это мышцы антагонисты. Перенапряженные мышцы депрессоры всегда делают так, что мышцы элеваторы, скуловые, становятся ослабленными, атоничными и висят, как безжизненная тряпочка. Получаются носогубки, потому что здесь все висит, ничего не держится. Уголки губ сюда и, соответственно, брыли и различные... Ну, понятно, да? Я даже вот прошу иногда некоторые, говорю, ну, улыбнитесь вверх. Даже улыбаются некоторые так. Как-то так. Ну, вот. Ну, сегодня мы с вами над этим поработаем. Но сначала я вам расскажу теорию концепции ПИР, техники ПИР. Вообще, техника ПИР – это достаточно знаменитая практика, которая используется для восстановления также тела. Всегда, значит, постизометрическая релаксация. Мы даем непродолжительную нагрузку через усилия на растянутую мышцу. Почему на растянутую? У нас мышца неоднородная. У нас мышца состоит из разных волокон. То есть, там несколько волокон. И когда мы мышцу напрягаем, у нас есть волокна, которые привычно принимают на себя нагрузку. Они находятся в жатву. И так как они постоянно перетруждаются, эти волокна в одной мышце находятся в жатвом, спазмированном состоянии, так как они все время работают. А другие волокна, ленивые, не то что ленивые, они как вспомогательные, можно даже сказать. Они не перенапрягаются. Они думают, ну, если ты дашь нагрузку посильнее, то мы, конечно, поможем. А так-то мы тут вот просто так, как на запасной лавочке сидим, запасные игроки. И так они могут просидеть, как запасные игроки на лавочке. И просидеть, и просидеть, и откинуться. Они так и остаются атоничными, вялой тряпочкой висят. И для того, чтобы мы, и когда мы даем любое упражнение, то у нас просто так, да, обычно даем. Как всегда на себя нагрузку принимают мышцы активные, которые работают, которые и так трудяшки. А те на запасной лавочке так и сидят, продолжают сидеть. И вот нам очень важно дать нагрузку на растянутую мышцу. Сначала мы мышцу принудительно подрастягиваем, а потом даем в течение 50 секунд нагрузку, но она такая несколько статичная, она через сопротивление. То есть мы мышцу вытянем, оставим в таком вытянутом состоянии и будем давать нагрузку на растянутую мышцу. Здесь нагрузка будет намного эффективнее, если вы будете делать просто упражнение ритмично. После этого мышца у нас прогреется хорошо и она равномерно получит нагрузку. И после этого она себя даст растянуть так, как надо растянуть. И она вернется в свое родное состояние, в нормотонус, нормодлину. Сегодня мы с вами сейчас с депрессорами поработаем. Так, что-то еще хотел сказать. И после этого мы ее растягиваем и расслабляем. То есть техника ПИР используется во всех коррекционных методиках по работе с телом, реабилитационных методиках. И также мы это делаем с лицом. Ну что, поехали. По-моему, что-то я забыла сказать. Что-то забыла. Что? Потом вспомню. Может, не вспомню, но... Поехали. Я думаю, напишите, понятна или непонятна сама теория. И начнем сейчас с вами работать. Нам нужны чистые руки. А мы будем лезть крючочками больших указательных пальцев на слизистую. Здесь мы поддеваем... Вот они, депрессоры. Поддеваем мышцы депрессоры. Очень важно, мы будем работать с вами больше по слизистой. Нам важно тоже растянуть не кожу, а именно вот эту слизистую. Растягиваем. То есть упор, растяжение со слизистой. Здесь мы просто придерживаем. Нам важно мышцы подцепить. Кстати, сидим практики мы всегда... Любые практики мы делаем сидя. Я сейчас сижу по-турецки, видно? Наверное, что-нибудь неприлично. Леплю я неприлично. Так, сидим на тазовых костях. Ягодицы достали. Это обязательно. Это всегда. Спина, то есть спина ровная. Упор вперед. Можно локти, опять же, на стол. Можно просто так сидеть. Но нам важно ровная спина. Мы всегда выстраиваем тело. У нас йога для лица, да, получается? В совместности с техникой пир. Так, захватили. Теперь я сюда поворачиваюсь. Захватили. Вот так вытянули. И держим растянута вот так 5-10 секунд. То есть мы ее растягиваем. А губки у нас, вспоминайте, все начинают идти вниз. Они-то у вас... Вы даете им импульс вниз, а ручками мы удерживаем. И вот, как бы вы хотите уголки опустить вниз, а мы растянули мышцу и не даем. И в таком состоянии на сопротивлении мы сидим 5-10 секунд. Смотрите. Вот я растягиваю, нафигаю вниз, даю импульс вниз, а сама мышцу удерживаю. То есть... И вот в этом напряжении прям прожигаем, прожигаем, прожигаем 5-10 секунд. Сидим. Так, поехали. После того, как вы прожгли мышцу, мы с вами делаем следующий момент. То есть теперь она у нас поработала, в ней появилось это напряжение, она прогрелась. То есть мы дали всем волокнам мышцы равную длину. Теперь мы ее можем растянуть и расслабить. Смотрите, как. Делаем и делаем. С мелкой вибрацией. Мелкой-мелкой вибрацией у нас идут... Опять же, как всегда, мы работаем большими рычагами. То есть вот так. И растягиваем со стороны, опять же, слизистой. Вот эти пальцы просто придерживают. И не бросаем мышцу. Возвращаем на место. Мы, когда мышцу растягиваем, никогда ее не бросаем. Вы ее бросите, и она у вас, мышца, сожмется обратно, как скакалка. И вы можете получить еще большее напряжение. Поэтому, когда вы растянули, вы возвращаете. Можно вибрации, можно без, но мягко на место и оставили. Все. У меня не получается губами давить вниз. Сейчас получится. Ну, во-первых, вы попробуете, да? Да? Подавите. Запомните это состояние. В принципе, вот это все упражнение. Это упражнение вы можете сделать за один раз. Вообще, три подхода делается. Сейчас мы с вами добавим психосоматический компонент. Сейчас у вас получится подавить губами вниз. Так, значит, вы сейчас вспомните всю мировую скорбь, которая свалилась на ваши плечи. Все, от чего вы губы вниз опускаете. Что вас заставляет плакать? И теперь мы вот этот психосоматический компонент включим во время упражнения. Мы с вами будем выпускать те эмоции, которые подействовали на мышцы миши, мишени, депрессоры, которые здесь застряли. Вы их не выпустили. Они у вас здесь застряли. Поэтому одного упражнения мало. Нам надо присоединить психосоматический компонент. И сейчас, когда мы с вами мышцу захватим, растянем, вы начинаете губки опускать и вспоминать все ситуации, из-за которых вам хотелось плакать. Всю мировую эту скорбь. Взяли. Так, захватываем за слизистую. Здесь придерживаем. То есть мышцы депрессоры... Ну, вот понятно, мне прям как нарисовано. Как рисунок. Значит, смотрите, старайтесь не тянуть слишком сильно. 10% усилия листа. А не наделайте себе синяков. Если вы будете тащить кожу, елозить, если вы будете сильно перенапрягать кожу, вернее, натягивать кожу, синяки у вас могут появиться. Поэтому я говорю, что мы работ здесь просто придерживаем. Работаем мы со стороны слизистой. Вытягиваем вот такими удобными крючочками. Итак, вытягиваем и вытянули. Начинаем всю мировую скорбь вспоминать, опуская губы вниз. И немножечко можете даже поплакать в этот момент, в эти 10 секунд. Вытягиваем и начинаем плакать. Все, 10 секунд прошло. Вытягиваем. Возвращаем на место. Делаем лошадку. Ну, я тут читаю. Кому-то понятно, кому-то непонятно. Значит, вы пересмотрите эфир еще раз. И мы также делаем третий подход. Давайте сейчас с вами сделаем. Давайте. Так, расслабили. И третий подход. То есть после изометрической релаксации сначала мы на сопротивление напрягаем, прогреваем мышцу, даем нагрузку на сопротивление, на растянутую мышцу, такую статичную нагрузку. А затем мы ее растягиваем до нормотонуса и не бросаем, возвращаем мягко, нормально. На место. Мы делаем на 10% усилия из 100%, смотрим настолько, насколько пускают ткани. Кожу мы здесь не натягиваем, действуем в рамках естественного растяжения мышцы и не тянем при этом кожу ни в коем случае. То есть у вас не должно быть натяжения кожи. У вас должно быть, вы смотрите, как мышцы работают, а здесь ничего не тянем. Так, и всегда все зависит от того, в каком состоянии у вас сами мышцы депрессора находятся. У кого-то они мягкие и хорошо растягиваются. А если вы, например, там взяли, а там все задеревенело, вы ни в коем случае не рвете, не надрываете. Вы всегда действуете, я вам повторяю, миллион раз, в согласии со своим телом. Настолько, насколько вас пускают ваши ткани. Вы ни с кем не соревнуетесь, вы работаете именно со своими мышцами индивидуально. Каждый раз вы можете идти по мили-мили-мили шажочку вперед. Давайте еще раз сделаем. Растянули вот. Мировая скорбь, уголки идут вниз. Поплачьте. Пусть у вас идут все эти картинки перед глазами. Что вас сильно печалило? Из-за чего у вас эти уголки поехали вниз? Растягиваю. Возвращаю на место. Собственно, вот и вся техника пир. Техника пир, она безопасная. Безопасная в каком плане? Если вы делаете гимнастику для лица, фитнес, допустим, вот такого плана. Сушите губы, сохнут вообще после тренировки, пить хочу. Допустим, вот такого плана. Здесь ритмичная работа. Здесь вы много, допустим, есть ритмичная работа и не всегда показана, допустим, для худеньких лиц. Для худеньких лиц, ну, такую-то ритмичную работу вы можете делать раз в неделю и все. Хотя яблочки подкачивайте. Яблочки качаю каждый день. Вообще, вспомню, качаю. Люблю я яблочки покачать. Вот. А вот так на среднюю часть лица, например, вы будете делать гимнастику для лица, а вы иногда, это не всегда показано, иногда вы можете похудеть еще больше. Вот для худеньких лиц, у которых, это гимнастика, показана для тех, у кого худенькие лица. Ну, то есть это вообще безопасно. У кого, кто похудел. Да, допустим, она похудела, и у нее все обвисло, ну, лицо обвисло. Вот, то есть гимнастику для лица не стоит делать. Не стоит. Вот, а вот для того, чтобы восстановить лицо, для того, чтобы мышцы встали, потому что дисфункции, мы все равно должны убирать. Техника ПИР идеальна. А для лиц, которые крупненькие, для них тоже хорошо. Просто я в том плане, что для лиц, которые пастозные, более крупные, им все хорошо. Им и баночки фигачить каждый день можно, и гимнастику для лица, там по две минуты, по две минуты каждое упражнение, каждый день там вообще пока пробьешь. А вот для худеньких лиц, для лиц мелкоморщинистого типа, я рекомендую больше технику ПИР. Также технику, технику ПИР можно делать, знаете, как, давайте не через день. Ой, вернее, не каждый день все-таки, но ее можно и каждый день. Но я все-таки рекомендую через день. Через день весь комплекс. И такими упражнениями мы прорабатываем все лицо в курсе по технике ПИР. Что еще про нее рассказать? Да, в общем-то, как бы и все. И там, в этом курсе очень хороший комплекс на шею. Гайд, тоже гайд есть, который можно скачать, и по нему все время заниматься. И комплекс есть. В общем-то, там, на самом деле, много всего. Ну как, не много всего. Гайд на шею, упражнение, комплекс упражнений на шею по принципу, где разбирается каждое упражнение. И принцип «смотри и повторяй». И постизометрические упражнения разбираются все поэтапно. И смотри и повторяй, там, по-моему, тоже я писала. Так, ну и все. Вот, моя любимая техника. Когда, ну, с девчонками я вот так занималась, с группами, вообще она была у всех любимая. Вообще, это всегда любимая техника, которую просили вынести отдельно и заниматься именно по ней. Вот те, кто против фейс-фитнеса, гимнастики для лица, йоги для лица, вот техника пир, она идеальна. То есть, здесь есть, конечно, упражнения и на… мы можем как расслаблять, растягивать мышцы, так и есть на усиление. Например, с мышцами-элеваторами мы их сначала расслабляем, растягиваем, точно так же, как депрессоры. А потом еще мы на сопротивление их очень классно подкачивать можно. Это уже хорошее упражнение. Так, Татьяна пропустила это упражнение. В каком комплексе? Он комплекс пост-изометрическая релаксация, который сейчас продается за 500 рублей, потому что у меня по ним… Ой, мамочки, прям я не могу сейчас еще… Ха-а-а, я еще… Так, комплекс пост-изометрическая релаксация, который продается за 500 рублей вместо 1990… 1990. Это предложение будет действительно до 18-го, так, до 18-го числа. Что-то я хотела сказать октября, но я говорю, я заговариваюсь. Я просто еще немножко даже, как, хоть уже 12 часов дня, но я там очень много дел сегодня сделала. Но как бы я проснулась, и как робот такая заведенная там с детьми, пока детей собрала, накормила, в садик отвела, потом я бегала туда-сюда по городу, сходила на тренировку, и даже еще вот на самом деле не умытая. Сейчас я приведу себя в порядок. Так, поэтому я… Поэтому я и вот вышла вам быстренько тоже рассказать. Танюш, как поднимаешь себе настроение, если хреново? Слушайте, если вот… Знаете что? Да, уже это же не просто так хреново. Так, сейчас еще вам… Или не надо мне вам уже рассказывать. Значит, смотрите, это же не просто так хреново. Есть у нас психосоматические компоненты, которые мы должны прорабатывать. Психосоматический курс. Вот мы сейчас с вами проработали здесь всю скорбь мира, который копится в мышцах депрессора. Но мы также с вами должны проработать все органы-мишени, в которых копятся разные стрессы и блоки. Я написала… Я уже почти… И хочу записать еще пару уроков. В среду он точно запустится. В среду точно будет готово. И хреново вам не просто так. Хреново надо из тела выпускать вот эти вот блоки. И мы это все на курсе психосоматика проработаем. Вот. И там прям в теле мы будем. Там и печень, и почки, и слепая кишка, и желудок, гортань. Вот. Вообще, прям, это вещь важная. А вообще, я себе люблю купить подарочек. Я вообще как-то подарочками себя. Прям очень люблю подарочки. Вот. Все. Ежедневно с губами можно работать. Ну, техника после изометрической релаксации, в принципе, ее можно каждый день. Но не рекомендую. Не увлекайтесь. Не надо дать им мышцам отдохнуть, восстановиться. Посмотрите, как ваши ткани реагируют. Не надо прям. Все-таки, я, ну, либо через день, либо раз в три дня. Вообще, старайтесь, никогда мы здесь не работаем. Слушайте, ну, опять им прилично, да? Люблю, я говорю, меня неприлично люблю. Ой, у меня, кстати, Руслану показал свой последний ролик, где я показываю, чего? Модиолус я там показываю. Но он мне реагирует, как все эти мужики, которые... Слушай, у меня есть канал на Зене. Там одни пошлики, по-моему, сидят. Они мне такие комплименты говорят, что это там хоть стой, хоть падай. Ну, Руслан, например, тоже этот ролик смотреть нормально не мог. Он тоже мне считает, что там я просто чуть ли не... Я говорю, ты как-то, ты, говорю, как вот эти вот всякие вот эти вот мужики, которых я вот в Инстаграме блокирую. А, вот Зене-то я не могу заблокировать. Я говорю, ты тоже, говорю, так смотришь. Ну, я говорю, не знаю, может, у вас мужской взгляд какой-то странный. Я упражнения рассказываю, а он видит во всем этом эротический подтекст. Вот, ладно, все, хватит. Ну, у меня вообще Руслан такой товарищ, он как-то не может на меня спокойно смотреть. Ладненько, все, я ушла. Я хочу быстро дописать курс по психосоматике. Вот, и это... И все, и мы выезжаем к бабушке. К бабушке, и я... Ой, поздравьте, дай бог, дай бог, чтобы все было хорошо. А я в субботу поедем... У меня же машина новая, мы прикупили, у меня черри. И я сейчас пока не на ней, она осталась у моих родителей, потому что я пока ее застраховала сейчас. И в субботу мы поедем в Славянск регистрировать машину мою. Почему в Славянск? Потому что Руслан там просто, он там всех знает, он же самый Славянский. Вот, и я наконец-то получу номера, и уже буду, надеюсь, ездить на новой машинке. И вот у нас какой вопрос. Значит, новые колеса, Руслан мне уже заказал. Я все-таки настояла, что я захочу, хочу надеть зимние колеса. Потому что я боюсь, вдруг будет лед и снег. Но его никак нет. И уже вроде как зима заканчивается, и вроде как переобуваться, ну как, еще полтора месяца. Будет ли снег и лед в Анапе, и во всем Краснодарском крае, непонятно. Но я боюсь того, что будет, и хочу переобуться. Поэтому я все-таки беру зимние шины. Как-то зимой без зимних шин. Вот. И хочу еще на выходных переобуться. Так что и буду на новой машине. С новыми колесами. А в салоне почему-то не продавали новые колеса. Все, я вам все рассказала. Все, все, я ушла. С Новым годом вас и гостей эфира. Счастья, здоровья, радостью всех. Да, да, да. Со старым Новым годом. И чтобы все сбывалось. И выпускаем, выпускаем из себя. Все вот это вот застояло. Все. Все, только радость, счастье. И знаете, когда мы прорабатываем вот эти все психосоматические компоненты, в жизни как будто бы что-то меняется само, как по щелчку. Какое-то волшебство происходит. То, какие ты ситуации не могла разрешить. Ты в них вот как в болоте варилась, и они вот циклично повторялись. Повторялись, и ты не знала, где найти выход. Бывает, ты сделала психосоматические вот эти упражнения, выпустилась. И почему-то ситуации сами сдвигаются. Не знаю, что. Вот не знаю, можно верить, не верить в эти энергетики. Или это психологически мы себя как-то настраиваем. Но почему-то оно меняется. Я вот такие вещи тоже уже замечала. Все. Красоты, девчонечки. Все. Я, короче, на выходных буду возиться со своей новой машинкой. И я вам ее, когда я уже все оформлю, я вам ее хорошенько покажу. Это просто какой-то космос. Космический корабль. Китайцы, впереди планеты всей вообще. Эфир, конечно, я сохраняю. Сохраняю и в Инстаграме, и на Ютубе. Я выкладываю эфир, и кому где угодно, там вы смотрите. При чем тут энергия? Элементарная психология? Да, возможно. Возможно, элементарная психология. Тут немножко, может, мы не все знаем, но все практики очень сильные. Все практики очень сильные. Продолжение следует...